Начнем с перемен к лучшему. Место, в котором хочется задержаться. Сразу семь дворов в этом году благоустроят благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Важно, каким будет новый облик пространства, решают сами жители. Они же участвуют в его преображении финансово. Это одно из ключевых условий. Как это работает, сейчас объясним. Сегодня здесь многолюдно даже в полдень в плюс 36. Но и дети, и взрослые помнят, каким этот двор был всего два года назад. Весь грязный, деревянный, весь обширшенный в краске. Два года назад для детей не было вот этих аттракционов. Его преображение началось в 2020-м благодаря депутатам. Тогда здесь появились детские игровые площадки, мафы, в этом году двор, который объединяет сразу пять многоэтажек на Родимцево и Солмышской, вошел в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Что делать во вторую очередь, решали в том числе и сами жители. Они же участвовали в эволюции пространства финансово. Это ключевое правило программы. Из 22 миллионов рублей, вложенных в благоустройство двора, они взяли на себя 20%. Запланированы работы по замене системы освещения, устройства резинового покрытия, установка новых тренажеров дополнительных. Есть дворы, которые в этом сезоне благоустроят по минимуму. Исправят то, что сильно осложняет жизнь. Этот, на всесоюзный, один из них. Он был первым, кому повезло по программе «Дворик» в 2003-м. С тех пор почти 20 лет не видел ремонта. Здесь не было тротуаров. Зимой по узкой проезжей части к подъездам не могли подобраться ни скорая, ни спецтехника. Парковка не умещала и двух десятков авто. К концу лета все изменится. Двор требовал ремонта, обязательно замены асфальта, расширения, малых форм установка. В прошлом году благоустройство получило всего 4 двора. В этом их число возросло. Увеличился и объем финансирования. В этом году у нас 7 дворов под благоустройство, 4 двора с дополнительным перечнем, 3 двора по минимальному перечню. Это более 90 миллионов, которые выделены из трех бюджетов и софинансирования граждан. Соответственно, мы стартовали в этом году достаточно рано, в мае, как только стало тепло. И планируем, что работы по благоустройству будут завершены до 1 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова